Мы продолжаем наши беседы. Как я уже говорил, у нас такая непринужденная обстановка, это неформально. Как вы видите, баня, немножечко трапеза. А говорим мы о слове и деле, и как это все созвучно с боевыми искусствами, и Влад добавил третью в составную мысль, слово-дело. И мы, я хотел, кстати, в продолжение твоего разговора, где мы изучаем вот эти вот этапы, где то, что традиционно, где ты показал упражнение переходить и стоя в лёжа и так далее. В своё время, кстати, Канадзигора сказал, может быть, он где-то это услышал, или ещё как-то. Многие другие мастера говорили так, если вы всё время, как бы, допустим, практикуете что-то правой рукой, то начинайте практиковать обязательно начало, делайте левой рукой практики. Начало практики делайте левой рукой и переходите в правую, потом, постепенно. Потому что правой вы большую часть времени своей работаете, левая как бы нет. Поэтому мы начинаем. То же самое в практике изучения, допустим, дзюдо, экидо и других видов, да, стилей. То есть, если мы всё время стоим в правой сторонней стойке, то начинать лучше сначала в левой, а в процессе занятий перейти в правую, в свою любимую. Или я разговаривал с привычной, да, с Тайди Цуань. Он говорит так, наше привычное человеческое действие – это ходьба вперёд. Мы мало ходим назад. Поэтому практиковать, начинать желательно именно с шагов назад. Я, кстати, стал применять сейчас эту мысль, выраженную в словах и в деле. Я уже начинаю практиковать её. То есть, занятия обогатились? Занятия обогатились. Я начинаю делать и просить ребят, чтобы они начинали делать, допустим, мы начинаем с шагов назад. Приветствия и пошли спиной. То есть, почему? Я объясняю. Вы и так сегодня целый день ходили вперёд. Попробуйте назад. Давайте мы походим спиной. То же самое здесь. То есть, мы и так всю нашу деятельность ведём в положении листоя, ну, ежедневную деятельность, да, или в положении сидя. Да. Мало мы ведём деятельность в положении лёжа. Но это только если мы спим лёжа. Но лёжа мы, как бы, делаем как таковой нет у нас. Поэтому начинать упражнение с лёжа и подниматься наверх. А многие, как бы, начинают стоя и возвращаются вниз. Тоже можно? Тоже можно, не проблема. Ну, это вопрос в том, что стоя я и так уже провёл 8 часов в день. Может быть, придя на занятия, мне начать именно с лёжа. А это тренер решает? Это, конечно, тренер решает. Да, его мысль. Да, от программы, от цели занятий. Куда он ведёт? Ну, ведёт он в совершенствовании способностей. Понимаешь? Понятно. А как, смотри. Если дзюдо, это медали. Ну, почему медали? Вот, кстати, сегодняшняя ситуация с тем, что соревнований вообще нет. Как бы, отменены по многим видам спорта. Как дзюдо, это и можно, вот уже, смотрите, сколько месяцев нет ещё. Да. Занимайтесь без медалей. Просто занимайтесь. Для себя. Сложно. Сложно перестроиться? Ну, мы тебе не было никогда. Были показательные. Да, поэтому это очень хорошо. Мысли, слова и дела, да. Вот. Ну, порой бывает так, что, ты правильно заметил, что мысль, она не подтверждается словом. Не укрепляется. Да, не укрепляется словом и вообще никак не проявляется в деле. Зачастую такое много происходит и вообще в нашей ежедневной жизни, и в том числе в практике. И у нас происходит. Мы же это что-то тоже. Всё бы правильно делали, были бы, да? Ним бы светился у нас. К слову о том, почему не делаем. Почему? Почему упускаем те возможности, очень хорошо, да, хорошие. Которые, которые, как вот я буквально недавно разговаривал со своим сыном, с одним и с другим. Почему опыт предков, мысли предков, не используются. Слова предков и дела предков, которые прошли через жернила, ну, такого, горнила, опыта, практики. И они сказали, вот это вот работает. Почему мы их используем? Обстоятельства меняются ещё. И человек бывает не готов. Допустим, мне тоже, допустим, мне очень нравится. То есть, есть определённое вот у тела состояние. То есть, он младенец, он ребёнок, там, он милыш, там, взрослый. И мы учимся в первые вот годы очень активно, скажем так. А потом только вот, что мы набрались, мы только это вот комбинируем. Скажем так, мне это нравится. И, допустим, если ребёнка можно научить сальто, там, за месяц делать, то подростка можно уже за полгода научить делать сальто. А взрослого человека совсем нельзя научить. То есть, ну, ещё один такой вот элемент времени, если вести мысль, слово, дело. Мысль возникла, прошло времени, она не оформила слова, скажем так. Мысль родилась, оформилась слова, но прошло время, и оно в дело не превратилось, скажем так. То есть, оно уже как бы устарело получается, не имеет смысла его. Пустой звук получился. Вот есть такое выражение у Дегора Кана, который высказал такую мысль. Обдумывай тщательно, действуй решительно. То есть, обдумывай, вот эта мысль, тщательно. То есть, время на обдумывание, видишь, как бы, обдумывай тщательно. То есть, уже есть какой-то процесс обдумывания. То есть, ты не одну секунду думаешь. Но действие надо, именно дело делать, решительно. Быстро. Ну, как окно возможности, оно открывается, и потом закрывается. То есть, мне нравится слово «потом», да. А потом это нету. И многие как бы живут, ну, как многие, вообще не надо многих говорить, что вот я сейчас школу закончу, пойду в институт, и вот я там женюсь, и тогда у меня будут дети. И вот ожидание жизни отложенное, скажем так. А вот я потом пойду, у меня сейчас нет времени. То есть, человек, вот к вопросу, почему делает, почему не делает. Если ему надо, то человеком движет интерес. И тогда он преодолевает все. А если у него нету интереса, нету топлива, так сказать, он и не может этого воплотить. Интерес. Интерес. То, кто интерес мотивирует в человеке. Откуда он появляется? Ну, это встроенная функция, потому что, ну, младенцу все интересно. Он все пробует на вкус, на ощупь, скажем так. Это вот как на уровень инстинкта. А потом уже социум формирует, что интересно, как я говорил. Фильмы такие смотрят, и это интересно становится. Но с детства что закладывается. То есть, получается, мы с возрастом теряем личную мысль? А ее и не было никогда своей личной. Как бы личность, она формируется со временем. Потому что у младенца какая личность? Он чистый лист. И тогда вот как бы все это загружается. Ну, понятно, генетически. Получается, нашим... Ну, я к чему говорю, что быть тренером это большая степень ответственности, скажем так. Потому что он приходит, он тебе доверяет там. И как это вот? Мне повезло с тренерами прям очень хорошо. Надеюсь, моим ученикам тоже повезло с их тренером. То есть, вот в 14 лет я в тяжелую атлетику пришел. И тренер мог бы меня загубить, скажем так. То есть, я бы и не вырос, и это в угоду чего-нибудь своим таким, каким-нибудь амбициям, чтобы воспитать там чемпиона по тяжелой атлетике. Но так получилось, что настроился, чтобы воспитать здорового, гармоничного человека. И поэтому, как бы, мне в этом плане повезло. Значит, мысли, слово и дело у твоего преподавателя не разошлись. Да. А вот есть такое, да? Понятно, да? Мысли, слово и дело никак не расходиться. Я мыслю так, говорю так, а делаю совсем по-другому. Все, это шизбини. Так. Думаешь одно, говоришь другое, а делаешь третье. Все. Ты не собранный. Ты разобранный. Все. И тогда ты не целостный. И тогда ты не можешь не ходить ни вперед, ни назад, ни влево. Потому что ты как лебедь, рак и щука. Возьми. Угу. Ну классно же. Да. Это задача мужчины привести это в соответствие. Что, прежде чем сказать, подумай, да? Прежде чем пообещал, сделай. Это же очень сложно. Сложно. Неимоверно. 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 Да. Но на каждом этапе мысль-то никто же не знает, что ты там думаешь. Правильно? То есть у тебя есть уровень защиты, да? Потом сказал, где кому ты сказал, где ты сказал, себе, или мне нравится, когда еще себе пообещают и не сделают, да? А себя победить невозможно. Угу. Силы равны. Сам себя победить. Но, опять, мы же тогда, если идем в зал, что мы там тренируем? Тело. 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 Но можно еще сказать, ну я тренирую тело, да. А еще, что я к вопросу интересен, что я там тренирую? А я тренирую там волю. Угу. 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 И тогда, если у тебя больше таких зацепок, то меньше соблазнов тебя с этого пути собьют. А если, ну тело, ну потом позанимаюсь, как бы, тогда да. А если ты говоришь, о, тогда пострадает, если я сейчас не пойду, тогда и воля пострадает моя. Тогда у тебя более мотивация. А если ты еще с другом договоришься, что ходить, тогда вы в паре идете, и ты тренируешь ответственность, чтобы не подвести, как же он придет, а меня нету, а как же он будет. И тогда вот чем больше, потому что спускаться, падать легче, чем вставать. Вот поэтому. И здесь получается, что таким образом, через вот это вот соединение, мы как раз таки и создаем. Плетем ткань жизни. Плетем ткань жизни, но плетем вот это вот соединение мысли, слова и дела, чтобы они не расходили, чтобы не было вот лебеди, раки, щуки. То есть, если мы когда вот воля, у нас вот эта помощь, соединение, социум, и вот все в практике. И мы тогда целостные становимся. А мне знаешь, как понравилось, говорит, ты расстраиваешься, если слова разбирать, расстраиваешься. То есть, ты не ты, а три тебя. То есть, ты как бы расстраиваешься, троишься, скажем так. И если ты тогда становишься целостным, то ты не троишься, а ты целостный, гармоничный, ответственный, исполнительный, полезный. Вот. Неуязвимый. Да, мы, уважаемые наши видеозрители, видите, разные темы поднимаем. И мы пытаемся соединять. Ну, да, если кому-то интересно, там, раньше гонялись за приемами, приемами, да, а потом это становится уже неинтересно. Потому что приемов там несколько тысяч, их просто физически невозможно туда загрузить. А потом, что началось, если как бы эволюционируешь? Ты, говорит, уже за методикой, как эти приемы лучше преподавать. За словом, девушка, может быть. Ну, методология, я не знаю, я тут не привязывался, но сначала вот хочу такую форму, такую форму прием, такую форму. А потом, зачем они нужны? Они могут быть разные. Почему разные? Потому что один, ну, допустим, кричит, я нашел самую суперсистему, там, туда-сюда. Но она подходит только для него. Только для него, по его, с красным физическим, психологическим, по энергетическим, ну, энергетическим, я имею в виду психический, сколько он там, может ли он. Двигаться долго, заставлять себя, ну, приходить я имею в виду регулярно, психически. Но настрои эмоциональные, скажем так, то есть у всех разного. Кому-то это подходит, кому-то другое. Кстати, вот в этом смысле... Про эти методики. Да, я хочу тебе сказать про методики, да? Опять-таки, недавно мой знакомый, мастер Тедди Цуань, Сидоров Владимир. И он, у него есть интересная книжка, вот он мне подарил ее в очередной раз. И там вот он обсуждает вопрос, вот, позиции, да, изучения лежа, сидя и так далее. Вот не в школе Тедди Цуань, это распространено. То есть человек, который, как ты говоришь, для одного подходит это, для другого и это, да? И каждому тоже, но там так распределено, что, пожалуйста, ты не хочешь, не получается у тебя, не подходит тебе делать стоя, делай сидя. Не подходит делать сидя, делай лежа. Не подходит лежа, делай стоя. Не очень хочется тебе делать одному, делай в паре с кем-то. То есть парные упражнения. Да. И таким образом, вот оно все время, ты, человек, говорят, вот, пожалуйста, вот тебе меню, да? Мы даем вот эту вот технику. Ну, ты смотри, ее можно сделать вот так, стоя, в паре, сидя, лежа. Это правильно, но там еще про состояние, твердое, жидкое, парообразное. Состояние. То есть прием можно выполнять в жесткой форме, можно в мягкой, а можно вообще не касаясь. Да, вообще не касаясь. Это, опять-таки, можно спроецировать, я не знаю, может быть, конечно, ты по-другому подумаешь. Значит, как ты сказал, твердое, жидкое, парообразное. Твердое это дело, жидкое это слово, парообразное мысли. Мысли невидимые. То есть мысли не видишь, слово это жидкое, вот оно потекло. Потекло. А твердое это дело. Со соловьем. Да, согласен. Да, похоже. На этой ноте мы завершаем наши сегодняшние посиделки. Они такие сегодня небольшие. Но мы продолжим париться, обсуждать это дальше. Но вам всего доброго. Смотрите. Встретимся на татаме. Встретимся на татаме, да. Приходите на айкидо, дзюдо, самбо. Ищите себя, пробуйте найти. И никого не слушайте. Слушайте себя. Возможно и так. Но в любом случае, для себя найдите что-то такое, что вам будет приносить пользу, комфортно. И в то же время, наверное, все это и зальется другим. Вам будет хорошо и всем будет, да. Вот так. Это хорошо. До новых встреч.